Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Сегодня получил одно сообщение в YouTube о том, что якобы пресс хороший, который вы показываете, все рассказываете, но он очень дорогой. И цена это вообще никак не приемлемо, и это нереально, и так далее, и так далее. Все такие вот слова. Поэтому мне возникла мысль записать видео о том, а вообще о ценах. Вот давайте, просто умный человек, он всегда анализирует ситуацию с разных сторон и начинает делать выводы не только глядя на ситуацию со своей колокольни, а глядя на ситуацию, ну, немножко шире, как бы, вообще-то. Вот. Если мы говорим о вещи, ну, например, пресс-подборщик или трактор, например, которые работают для того, чтобы, производительно работают для того, чтобы создавать прибавочную стоимость. То есть, они созданы для производства. Они не созданы, как игрушка. Они не созданы даже, как автомобиль Жигули, на котором нужно просто возить задницу. Они созданы для производства. То есть, они должны зарабатывать прибавочную стоимость. Если они не зарабатывают прибавочную стоимость, а просто стоят в личном подсобном хозяйстве вот такой вот трактор за 5 миллионов, или вот такой пресс, я не знаю там за сколько, ну, пусть за 2,5 миллиона, то он неоправданно это делает. Он стоит, получается, как груда металла, которая на себя не зарабатывает. Эти штуки призваны зарабатывать на себя немаленькие деньги. И из-за этого они сконструированы и сделаны из таких материалов и таким способом, который позволяет им это делать. Ну, я говорю, я видел на Ютьюбе, например, пресс-подборщики, не помню точно фамилию, чтобы не оскорбить человека, или Свинухин, или как-то вот так вот у парня Ютьюб-канал, где они делают пресс-подборщики на основе моста от Жигулей. Там вальцы есть, цепи есть, все, все как положено. Вот, пресс-подборщик, я не знаю даже сколько он у них стоит, ну, не знаю, ну, пусть он у них стоит там 200 тысяч, может быть, вот, может быть, а может быть 300 или 500, но, не важно, но это совсем другой уровень пресс-подборщика. Вы что думаете, вы вот, вы смотрите, и вы такие умные говорите, да что тут делать, господи, да я возьму и сделаю. Да возьмите и сделайте, и вы поймете, что когда вы начнете ставить какой-то узел, подшипник, вы поймете, что можно поставить такое, можно поставить такой, вот, а можно провести испытания целый год, и поставить тот подшипник, который выдержал эти испытания, или не поставить тот, который не выдержал, понимаете? Или там какой-то узел Или даже какую-то гайку Или даже, не знаю, вот эту стенку Сделать, например, вот видите, она болтается А вот ее надо усилить Это вы будете делать И будете покупать металл Будете усиливать И будете думать, как это сделать лучше И когда вы начнете потом уже считать А кажется, он у вас получился дорого Ты смотри как Или, например, этот трактор Который делается Минским тракторным заводом Собирается в коврове Но он делается, исходя из того, что есть конкуренция Есть, например, уже трактора Которые идут с электронным Управлением гидронавеской Все, они не могут делать Трактора без электронного управления Гидронавеской, поэтому Делается этот трактор и тратятся деньги Немалые на это электронное управление Вот в чем Вся суть Поэтому говорить о том, что какая-то вещь Дорога или дешева Можно говорить о том, для чего Она предназначена И какое она делает Дело И как на этом деле Можно заработать Вот в этом вся суть Если, например, пресс-подборщик Прямо зарабатывает деньги Для человека, который занимается, например, сенным бизнесом То есть он делает качественное сено Продает рулон У нас, я вам честно говорю Рулон продавали зимой Под 3000 рублей за рулон 250 килограмм Ну ладно, пусть не 3000 Пусть по 2000 Или по 1500 даже Тысячи человек сделает И 1000 рулонов сена По 1500 рублей продаст Вот он заработал Полтора миллиона Этот пресс будет окупаться Допустим, если все деньги заработанные Класть на этот пресс То будет окупаться за два года Он должен окупаться За лет 5-6 Самое меньше А он окупается за два года Так разве он дорогой? Вот так вот Вот так надо смотреть на вещи С точки зрения того Для чего они сделаны Если это вещь для бизнеса Она вот так считается Если это вещь для личного бытового потребления То есть у вас дома есть, например, одна корова И вы хотите купить такой пресс Да зачем он вам нужен? Вам тогда нужно купить просто сено И все, и не покупать такой пресс Рассудите вот так Прежде чем потом Браться за кнопки И нажимать, писать о том Что эта вещь дорогая Вы думайте головой сначала А потом уже пишите Если, я говорю Если у вас взгляд на это Именно с точки зрения бытовой Вы живете на уровне, например Там, я не знаю Ну пусть 100 тысяч рублей в месяц Вот Тогда не Живите на эти деньги Это ваш выбор Вы прекрасно понимаете Что если вы захотите жить На большую сумму в месяц Вам придется чего-то лишиться И прежде всего вы лишитесь покоя Потому что Вам вот этот заработок Который вы будете больше получать Вынужден будет дать Огромное количество тревог Обязательств Переживаний за то, что Вы их выполните Эти обязательства И вы живете на вот эти 100 тысяч Таких много И я говорю И это не значит, что это плохо Это хорошо как раз Люди живут в гармонии Со своим внутренним миром Который им Вот Бог дал Для того, чтобы Проживать свою Земную жизнь Как бы Вот Но если вы И тогда не судите Тех, кто, например Влез в эту суету Влез в эти обязательства Влез вот в эту жизнь Как бы И живет ею Это выбор других людей И выбор Не значит, что он лучше Или хуже Это их просто выбор И все Вот Поэтому цены Вопрос очень такой Знаете как Вот сейчас, например Этот комбайн стоит Сейчас почти 9 миллионов Но 9 миллионов Хорошо он стоит А мы его покупали За 4,5 Без жатки Вот сейчас он 9 миллионов Да Зерно не повысилось Да Он будет просто Он будет окупаться Намного дольше Вот и все Но нельзя говорить Для человека У которого Нет Там Тысячи гектаров И нет Техники Нет Способности Организовать людей На обработку Этой земли И так далее То зачем ему Этот комбайн Он про него Даже не думает И поэтому Говорить о том Что он дорогой Или дешевый Это глупо А если ты смотришь С точки зрения бизнеса Ты смотришь Сколько этот комбайн Сделает гектаров Сколько на каких Культурах Он заработает денег В конце Вернее Зерна выработает Сколько на этом зерне Будет заработано денег Выключив все издержки И окажется Что в принципе Этот комбайн Даже при цене Там 10 миллионов Окупается За какое-то Обозримое Будущее Ну допустим Там я не знаю Я не считаю Я не считаю Просто говорю 5 лет Допустим Да За 5 лет Он постареет Он потребует Много запчастей И так далее Но Но это Это неизбежность Так Так живет Весь мир Так живет Так придумана жизнь По другому не получится Вы что хотите Чтобы вам Просто так Вот По какой-то Воле Кто-то Что-то сделал Позаботился О каждом Вот этом Вот О каждом Болтике О каждом Ниппеле О каждой шайбочке И так далее Сделал И чтобы это стало Бесплатно вам Ну почти даром И вы говорили бы Вот как классно И вот Вот эта парадигма Которая Говорит о том Что вещи должны быть Дешевыми Там и так далее Эта парадигма Идет С советских времен Когда мы получали Дешевые товары Ну очень плохие Часто Очень плохие Дешевые Но очень плохие Но надо не забывать Что в советское время При совсем другом Способе производства Организованном На обобществленной Собственности На средства производства Цена товаров Складывалась Не из-за рыночных Условий Совсем Сейчас условия Совсем другие В этом Диком Гадском Я бы сказал Капиталистическом Обществе Все складывается Совсем по другому И поэтому Говорить о том Что что-то дешево А что-то дорого Нельзя Вот вам Я говорю Вот этот пресс-подборщик Например Ну вы скажете Какой-то рынок Вообще рынок потребления Скажет что он дорогой Ну хорошо Все он дорогой Производители подумают Так дорогой Как же нам его удешевить Ну давайте сделаем Тоньше металл на стенках Давайте Вместо этих подшипников Поставим другие Вот мы поставили здесь Роликовые Поставим шариковые Какие-то задрипанные Поставим Вот Вещь станет хуже Вы понимаете Вот в чем вся суть Она Ничего не бывает Вы все думаете Почему-то все так думают Что кто-то решил Просто нажиться И назначил Такую цену Да не назначается Так цена Цена назначается И определяется Прежде всего От спроса И предложения Если есть определенная стоимость На рынке Какого-то товара Ну например Пресса металлфач Стоит Например Ну допустим Там Два с половиной миллиона рублей Производитель Российский Садится И думает Я сделаю пресс Лучше чем металлфач Я сделаю намного Больше других функций И постараюсь Уложиться В эту же цену Чтобы остаться Себе еще с прибылью Понимаете Вот как ложится Предпринимательская мысль И Если это ему удается При прикидках Которые он делает Начиная бизнес И если это подтвердилось Когда он уже сделал Это изделие Вот тогда Оно идет в серию И оно идет И подтверждает Свои характеристики И становится Классным И работает И дает прибыль Вы что думаете Большую Я думаю Дай бог Чтобы производители Этого пресса Заработали На нем Хотя бы 10% Я вам честно говорю Дай бог Я не знаю Потому что Насколько они зависят От поставщиков Которые им поставят Например Вот это же колесико Или вот это колесико Или карданный вал Который они покупают В Китае И который Работает на троечку При том Что пресс работает На пятерку Кардан работает на троечку Например Понимаете И они значит Будут думать А где же найти Другой кардан Кроны думаете Что выпускают Карданы Нет Они берут Кардан От фирмы Бандиоли По весе Итальянский Потому что Эта фирма Специализируется На карданах Вот Так и вот здесь И Они будут Конструировать Эту вещь Исходя Из результатов Испытаний И результатов Тех Которые Зарекомендовала Каждая деталь Понимаете И вот И тогда Они скажут Вот это Вот это изделие Будет таким Как оно есть Если у него Использованы Вот эти детали Если убрать Эти детали Будет хуже Просто хуже Будет дешевле Но хуже Вот и все И если вы Понимаете это То вы Для того Чтобы работать На своем уровне Хозяйства Вы покупаете Пресс ПРФ 145 Или ПРФ 110 Который Не делает Сенаж Который Не имеет Откидывающегося Днища Не имеет Смазки Цепей Не работает На такой Плотности Рулонов И не может Сделать рулон Весом 600 килограмм Нет у него Этих Разгрузки Хорошей Правильной Разгрузки Подборщика Нет у него Небегающей Дорожки У него Своя Своя Конструкция Нет у него Смазки Подшипников На осях Вальцах Много Чего У него Нет Но Ну Поэтому Он и Стоит Других Денег Этот Разговор Не о прессе Вообще Это разговор А вообще О технике Сколько Что Оно Она должна Должна Стоит На другой Стороне Весов Здесь Мы должны Держать Стоимость Сельхозпродукции Которую Мы тоже Хотим Чтобы Она была Низкой И Любые Городские Жители Замечают Что Сильно Подорожала Продуктовая Корзина Значит Кто-то На этом Зарабатывает Кто Фермер Наверное Зарабатывает Ну Как же Фермер Может Заработать Если У него Повышаются Цены На Всю Его Продукцию Понимаете Не может Он заработать На всю Технику Которую Он использует Для Выработки Этой Продукции Конечно Он не Может Заработать И Деньги Не Там Зарабатываются Скорее Сего Эти Деньги Осетают В Руках Перекупов Которые Сидят В Сетях Ладно Но Вопрос В том Что Цена На Продукцию Продовольственную Которую Фермер Продает Прежде Всего Переработчику Низкая Из-за Этой Низкой Цены Он Вынужден Производить Много Чтобы Заработать И Вот Тогда Ему Нужна Высокопроизводительная Дорогая Техника Вы Поняли Как Получается Вот Здесь Замкнутый Круг И Да И Мы Находимся В этом Замкнутом Кругу Фактически Всю Жизнь Вот И Не Важно Это Сельхоз Товаропроизводитель Ты Или Любым Другим Бизнесом Занялся Главное Что Ты Занялся Бизнесом Вот Мы Например У нас Семейная Ферма Но Все равно Мы Занимаемся Бизнесом Мы Не Занимаемся Благотворительностью Или Не Занимаемся Каким-то Просто Самовыживанием Вот Вот о чем Я хотел Сказать Надеюсь Я сказал Понятно И Доступно Я лишних слов Постарался Не говорить Всего вам Доброго Здоровья Вам И добра Кстати Подписывайтесь На наш канал На Телеграме Есть Определенные Опасения Что Ютуб Канал Ютуб Вообще Заблокируют В России Есть На это И Правильное И неправильное Мнение Вот Поэтому Подписывайтесь Там 900 Подписчиков Канал Называется КФХ Гирифорс Телеграме Не Постесняйтесь Подпишитесь Будете Оставаться С нами На одной Волне Всего вам Доброго До свидания Субтитры Субтитры Субтитры